У нас специалисты, в гостях врач-эндокринолог, диетолог Ольга Владиславовна Цимбалова. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Ну что же, мы предлагаем всем нашим зрителям отложить дела, потому что тема интересная, тема интервальное голодание, что это такое, как оно работает, ну и применимо ли оно для всех нас с вами. Начнём. Что же такое интервальное голодание? Интервальное голодание – это приём пищи через определённый промежуток. Есть разные способы, методы, например, 16-8, то есть 16 часов человек ничего не ест, а 8 часов он может есть. Это может быть 24, допустим, 24, это может быть 5-2, это 5 дней в неделю человек что-то ест, и 2 дня в неделю он разгружается. Но на самом деле это не такой уж и современный метод, потому что известно это давно, и это некий такой способ очередной, так скажем, внести какую-то изюминку в правильное здоровое питание. А что тогда, Ольга Владиславовна, такое голодание? Что это за понятие такое? Ну вот смотрите, я почему спрашиваю? Вы говорите, есть интервалы некоторые, но для современного человека привычно в принципе день проводить, допустим, 5 приёмов пищи, да? Ну это завтрак, там, не знаю, перекус, потом обед, потом перекус. 3, я думаю, 3 это как бы привычно, а 5 это уже. 5, 5 это непривычно. Вообще сейчас, да, современная диетология, эндокринология основывается на максимально трёх приёмах пищи, да, то есть без перекусов желательно. Если у человека нет какой-то хронической патологии желудочно-кишечного тракта, если у него желчный пузырь на месте не удалён, то трёхразовое питание достаточно. Здесь как раз в основе принципа лежит так называемая аутофагия, то есть самоочищение клетки. Ну и предполагается, что если человек какой-то промежуток времени не получает питания, то организм берёт это питание, ну, так скажем, извне, из запасов. И происходит, что наши клеточки, которые постоянно подвигаются воздействию, допустим, пищи, да, которым мы, это экологии каких-то, там, соли тяжёлых металлов, допустим, да, это вирусная постоянная нагрузка, и наши клетки внутри, те вот повреждённые органеллы, они начинают переваривать и строить из них новый материал. Но если рассмотреть физиологию человека, то, в принципе, ну, того же гликогена, запасы в печени нам хватает на сутки. Поэтому, ну, так скажем, польза интервального голодания, она под большим вопросом. Ну, а вред? Вреда однозначно нет. Плюсы в чём, что прежде чем человек решился на интервальное голодание, он всё-таки задумался о том, что ему нужно что-то сделать со своим здоровьем, да, ну, и нужно пересмотреть своё питание. Пусть это будет интервальное голодание. Ну, а что это? Поможет сбавить вес, поднять настроение, настроить работу органов и по-иному? Ну, прежде чем прийти, да, и на эфир, я посмотрела, что и говорится в интернете об интервальном голодании, и что отрицательное, да, то, что написано, что вы можете 16 часов ничего не есть, а потом 8 часов вы можете есть всё, что угодно. Это заблуждение. 8 часов есть что угодно тоже нельзя, потому что смысл тогда очищения так называемого организма, если мы 16 часов ничего ему не даём, он как бы самоочищается, да. Идёт процесс аутофагии, хотя они на человеке, нет ещё таких экспериментов, то есть это червячки, мышки и дрожжи, да, то есть вот сам аутофагия, процесс был открыт, из-за чего, в принципе, была вручена Нобелевская премия. Вот, поэтому в этот период тоже необходимо правильно питаться. То есть вносим ясность, 8 часов – это достаточный период для обеда, завтрака и ужина, да, по правильному питанию, ну, то есть ты ешь то, что ты должен есть, там. Не то, что всё подряд, а именно… Ты ешь то, что ты должен есть правильно. Да, правильно. Поэтому если ты будешь в течение всего дня три раза в день питаться, не связанно с интервальным голоданием, то ты тоже будешь поддерживать свой вес, либо, ну, если это связано со снижением веса, то ты достигнешь этого результата. Съесть банан – это ведь тоже приём пищи, правильно? Да, это приём пищи. То есть в любой, в любой, что попадает… Это же один банан, это одно и то же получается. Можно пить только воду. А вот там же есть разные способы, да, то есть там даже написано, что, ну, так скажем, да, в интернете много рекомендаций очень дано, что можно соки, чай, нет. Если уже вы голодаете, да, вот какой-то определённый промежуток времени, то можно пить только воду. А вообще рекомендуется трёхразовый приём пищи между, так скажем, приёмами никаких перекусов, только вода. Ну, или дополнительно сделать перекус. Я сейчас не говорю о детях, да, и о людях с какой-то хронической патологией. Я говорю так об относительно здоровых людях, взрослых. Мнение специалистов прямо сейчас у нас есть, у меня есть, точнее, вопрос. В нашем крае работают несколько центров, да, куда можно приехать, и люди от 7 до 10 дней голодают. В прямом смысле слова. То есть не принимают никакую пищу, разве что там какие-то травяные настои, сборы пьют и так далее. Насколько это стресс для организма? Ну, если взять и в одночасье, ну, вот прекратить приём пищи. Ну, это действительно стресс, да, вот на этом основано как раз вот длительное голодание, оно и как раз способствует, так скажем, более вот процессам запускания процессов, процесса той же аутофагии, обновления, да. Потому что голодать там 16 часов или 8, ну, не совсем есть смысл. Ну, вам корректно выйти, наверное, из этого процесса. Да, самое главное, самое главное – это выход. И что вы хотите получить? Да, за 7-10 дней вы действительно снизите свой вес. Ну, во-первых, очистится кишечник, да, то есть это минус 3 килограмма, так скажем, либо 5, плюс уйдёт вода. Но не забывайте, что жиры, они не испаряются, не улетучиваются, не исчезают просто так. Они должны войти в мышечную клетку, и там сгореть с образованием воды и углекислого газа. Другого пути, в принципе, не дано. Ну, или пойти там на строительство тех или иных там ферментов, клеток и других, так скажем, полезных составляющих нашего организма. Поэтому вот именно важен как раз выход из голодания, и физическая активность важна. То есть я к чему, да, сказала про эту мышечную клетку? Потому что если человек хочет иметь вес нормальный, да, либо поддерживать себя в хорошей физической форме, то мало здорового, правильного питания, мало интервального голодания должна быть адекватная физическая нагрузка. Зарядка, бег, совмещать питание и спорт. Ну, бег, бег – спорный вопрос, ходьба. Смотрите, а такой вопрос тогда. К какому возрасту подходит это интервальное голодание, и есть ли какие-то противопоказания? Ну, противопоказания – детский возраст, да, и хроническая патология желудочно-кишечного тракта. Основное противопоказание, ну, понятно, беременные и кормящие женщины, и люди старше 60-летнего возраста, потому что вот как раз и детям, и людям за 60 необходимо более все-таки дробное питание. Хочется всем нашим зрителям пожелать успехов и удачи в этих экспериментах, да, потому что действительно это может стать вашим образом жизни, с которым вы продолжите существовать, ну, или если что-то пойдет не так, всегда есть иные способы для того, чтобы как-то себя ограничить в еде, правда же? Конечно. Не расширяться в стороны. Именно так. Ольга Владиславовна Цимбалова была на сегодня в гостях. Врач-эндокринолог, диетолог. Поговорили об интервальном голодании. Вам большое спасибо. И нам вместе с вами не болеть. А мне аж кушать захотелось. Да.